Здравствуйте, это канал Максимадзе и сегодня я вам расскажу про телефон Siemens A52. Телефон от компании Siemens 2003 года выпуска является слегка упрощенной версией модели A55, вышедшей годом ранее. Отличается она отсутствием веб-браузера, ну и немного незначительными программными изменениями. Значит, этот телефон у меня уже давно появился, мне его подарили с еще несколькими телефонами на Новый год. Тетя моя подарила, ну как тетя, жена дяди моего, считаю дядя своей, но прочее не важно. Короче, там было много телефонов, я в видео, было два видео, где я показывал свою коллекцию, это в 2018 году я делал и в 2020. В обоих видео я говорил, что у меня нет аккумулятора для этого телефона и его работоспособности мне было неизвестно. Дело в том, что его аккумулятор, аккумулятор, с которым мне телефон этот достался, он был вздутый. Причем он был вздутый настолько, что он просто не помещался вовнутрь. Его, конечно же, мы изъяли и телефон включить было невозможно. Давайте снимем заднюю крышку и посмотрим. Вот сейчас здесь другой аккумулятор. Контакты того вздутого аккумулятора не доставали вот досюда, телефон включить было невозможно. Короче говоря, вот так вот он выглядит внутри. Я сюда подклеил пластилин, потому что задняя крышка держится очень плохо. И приходится его подклеивать и снова так. Значит, это третий у меня телефон Siemens с монохромным экраном. Первый это был C55, который был когда-то у моей бабушки. Но это, правда, не тот самый экземплярчик, а этот куплен из Авито. И еще Siemens A70. Собственно говоря, этот я на чердаке в деревне не так давно отрыл. В начале этого года. Он был без аккумулятора. А потом я купил на Авито чуть позже C55, в котором был хороший аккумулятор. И поскольку я получил хороший аккумулятор, я смог его сюда вставить и, наконец, смог включить его. Оказалось, что теперь работоспособность его известна. Он полностью рабочий. Единственное, не работает вибрация. Значит, по характеристикам этого телефона. Ну, как я уже говорил, 2003 года выпуска. А52. Моделька в серии А. Это как бюджетный класс. Вот C55. Это средний класс. А это как бы... Вот это тоже А. Дешманский вариант. Бюджетный. Полностью он сделан из пластика. Достаточно качественного. Немного круглый. Вот с небольшим изгибом вот здесь. Он хорошо лежит в руке. Довольно-таки легкий. Значит, экран у него монохромный. С оранжевой подсветкой. 101 на 64 пикселя. Поддержка сетей GSM 900 и 1800 МГц. Значит, сим-карта, как вы уже заметили, здесь поддерживается одна. Есть полифонические рингтоны. 16-тональная полифония здесь. Поддерживается SMS и EMS. MMS поддерживается в монохромном телефоне, конечно, не может. Есть две встроенные игры. Об этом поговорим немного позже. Емкость оригинального аккумулятора на 700 мА. Этот я не помню, насколько. Давайте откроем, посмотрим еще раз. Крышка на пластилине все приклеена. А, ну да, 700 так же. Видимо, родной аккумулятор от C55. Но, может, и... Хотя, фиг его знает. Оригинальный аккумулятор за это время, возможно, бы вздулся. Хотя, не исключено. Ничего не исключено. Может, его не очень-то активно использовали. Тем более, телефон-то в каком хорошем состоянии достался. Как будто им вообще практически никто не пользовался. По встроенной памяти, значит, мне неизвестно, есть ли тут она вообще. О файловой системе мы поговорим чуть позже. Я сказал, что телефон легкий. Весит он 84 грамма вместе с аккумулятором. Длина его 104 миллиметра. Ширина 44 миллиметра. И толщина 21 миллиметр. Довольно-таки толстый. Собственно говоря, давайте перейдем к включению. Включается стандартный вот этой клавишей. Siemens B-Spirt. Подтверждаем включение. Видим вот такую же ставочку. Экран здесь довольно тускловатый. В отличие от A70. А A70 выходил в 2005. Я делал на него и на C55 обзоры. Он выходил в 2005 и был последним телефоном. Siemens с монохромным экраном. Здесь экран более контрастный и более яркий. Здесь он гораздо тусклее. Вот, пожалуйста. Как видите. Вот. И давайте я вам приближу. Я думаю, вы сами видите, что здесь экран куда ярче. Ну, давайте вернемся к этому телефону. В принципе, также у телефона стильный дизайн. Есть, насколько я знаю, два цветовых решения. Ну, по крайней мере, я видел только два. Это вот такой вот серенький и синий. Некоторые говорят, что синий выглядит лучше. Хотя, мне кажется, что вот этот серый цвет, он с вот этими белыми местами сочетается лучше, чем синий. У синего варианта тоже вот эти места белые. Синий с белым, на мой взгляд, сочетается не так хорошо. Если бы здесь вместо белого у синего варианта был бы вот такой вот голубоватый цвет, тогда да. Никаких претензий бы не было. Значит, стандартные клавиши от 1 до 0, решетка звездочка, вызов, сброс. Стандартные клавиши здесь и посередине двухпозиционные на WK. Только вверх и вниз он работает. Значит, что мы здесь видим? Это состояние сети, здесь состояние аккумулятора. Наш оператор, теле-2, дата и время. Вниз, в WK у нас открываются контакты. Контакты можно распределять по разным группам. Есть вот такие вот четыре группы, можно распределять контакты по ним. Список у нас сейчас пустой. Вверх у нас ничего не открывается. Здесь у нас новое сообщение, впрочем, можно заменить на что-то свое. Под каждую клавишу можно установить быстрый номер. Никакую другую функцию, именно телефонный абонент можно поставить. На звездочку выключаются все сигналы и включаются, соответственно, на решетку блокируется клавиатура. Кнопки здесь довольно-таки нежные, могут нажиматься сами по себе в кармане и поэтому блокировку ставить нужно обязательно. Давайте перейдем в главное меню. Здесь у нас сообщение, списки вызовов, телефонный справочник, будильник, другие функции, звонки, мелодии, профили, настройки. И еще могло бы быть меню сим-карты, но у меня сим-карта не поддерживает меню, поэтому ее здесь нет. Значит сообщение, поддерживается SMS, есть рисунки, которые можно использовать как EMS. Вот так вот. Такие вот прикольные картинки, черно-белые. Есть некоторые такие вот еще звуки. Но это все пищалки. Тут есть еще и 16-тональная полифония, они немного позже, мы до нее еще дойдем. Списки вызовов. Приняты, неотвеченные, набранные. Можно удалить, есть, можно посмотреть время и стоимость. Ну, по-моему, у меня тут все сброшено. Телефонный справочник, это, собственно, контакты, которые мы уже посмотрели. Будильник. Будильник можно поставить только один. По-моему, я это еще не проверял, но, скорее всего, он также сработает, даже если телефон будет выключен. На всех сименсах это работает, на Суниериксонах тоже. А вот, например, на Самсунгах, вот на таких вот старых Самсунгах, я делал обзор на три модели. Вот у них, если телефон выключен, у них будильник не срабатывает. А у Сименса, скорее всего, сработает. Другие функции. Есть калькулятор. Собственно говоря, два. Вот так вот листать элементы. Не самый удобный вариант, но что делать с таким набором кнопок. Есть игры, но игры посмотрим в конце. Есть картинки. Картинки по умолчанию здесь две. Не лапой. Но это, скорее всего, загружаются. Я не знаю, можно ли телефон подключать к компьютеру и закидывать сюда файлы. Скорее всего, можно. Скорее всего, можно, раз уж и тут есть такая картинка. Потому что я сомневаюсь, что такая картинка, которую мы сейчас видели, могла бы быть по умолчанию. Собственные анимации. Это те предустановленные, скорее всего, собственные звуки. Звуки здесь не откроются, потому что они были удалены. Ну, как бы они тут типа есть, но мы их не можем воспроизвести, они удалены. Я их не удалял. Телефон мне уже достался таким. Теперь звонки и мелодии. Есть вибросигнал, но я, как уже говорил, вибрация не работает. Вот это на моем экземпляре. Давайте послушаем, какие здесь есть мелодии. Во-первых, есть пищалки. А это уже по лифонии. Звуки «Сgarс» И все остались, и все остались. такие веселенькие мелодии такой вот набор рентонов у меня на звонке это стоит собственно говоря набор рентонов небольшой кстати он отличается от набора рентонов в 55 в его 100 старшей версии и честно говоря набор рентонов здесь мне больше нравится сигналы на группы можно распределить нельзя на контакты на каждый контакт поставить отдельную но можно поставить на группы вот это это вызовы которые у нас записаны в телефонную книгу именно контракта это вызовы и другие не снизились абонентов и это может также поставить сигнал на будильник другие сигналы есть этот фильтрации номеров сигнал нажать клавиш которые вы слышите когда щелкаю на кнопки есть сервисный сигнал ежеминутный сигнал который на фиг не нужен есть профили которые можно настраивать гарнитурой да можно подключать гарнитуру и режим самолете который отключает телефон и все сигналы по настройкам можно выбрать язык здесь несколько языков и не в индикации можно поставить логотип это один из рисунков то есть вот поставим молодой этот рисунок будет вместо оператора на главном экране давайте даже поставим это попробуем о видите какой прикольный телефон на цветных всяких 65 75 сименсах это тоже можно все делать приветствие это кто-то написал короче я это не смотрел и не проверял так аналоговые часы и следы я поставил аналоговые часы чтобы было какое-то разнообразие потому что здесь потому что следы есть здесь я решил что разнообразие было в каждой модели у нас прописные буквы это типа крупный шрифт вот вот так вот все листается каждая часть меню вот так выглядит но я никогда не включал этот режим он мне никогда не нравился подсветка это можно выключить подсветку и просто листать вот так в принципе пацан под подсолнечными лучами и в освещенной комнате все прекрасно видно даже с отключенным экраном однако в полной темноте там ночью на улице этот режим сделает ваш телефон полностью беспомощным точнее вы будете беспомощны для управления телефоном контраст можно настроить но если поставить сильно высокий то будет тускловато а если наоборот сделать низкий что-то кстати разница не сильно замечается есть заставка это тоже выбрать рисунок надо к сожалению нельзя поставить аналоговые часы или это цифровые часы время ожидания но это типа задержка запрос кода ну поставить мы не можем потому что коль телефон заблокирован настройки вызовов инкогнито видимо моя сим-карта не поддерживает такую функцию инкогнито это включаешь эту опцию и номер и когда ты кому-то звонишь у в телефоне у того абонента которым я звоню мой номер не показывается на диспле второй вызов ежеминутный сигнал каркет это авто компания авто гарнитуры переадресацию можно настроить тоже полезная вещь настройки часов безопасность прямой вызов странная опция и она доступна только по коду телефона который тут заблокирован что там кода на три попытки если три раза ошибиться код будет заблокирован для разблокировки нужно ввести какой-то специальный код который хрен знает вообще где взять либо варшивать либо перепрошивать телефон ну и пин коды и так всякие так далее ну и сеть теперь посмотрим игры под конец их здесь всего две это стак атак самая известная игра собственно игра про грузчика в которой надо ящики все они на ту кнопку жму надо поставить все ящики вот так вот чтобы они полностью заняли ряд когда игра закончится если какой-нибудь ящик упадет нашему персонажу на голову в шестьдесят пятых сименсах у некоторых была трехмерная версия этой игры но она не получила такой большой популярности да и принципе для меня она оказалась менее интересно чем вот такая и есть вторая игрушка это вакуум это как в автоматах специальных нужно бить по медведям по вот этим или собакам и нельзя попадать в кролика опа попал в кролика видите правда нам за это не дается ничего короче такие вот игры такой телефон в общем телефон для тех лет довольно хороший для тех кому не нужны большие навороты а кому дешманский вариант такой устроит ну или купить ребенку который плохо учил уроки ему наказание наверно сгодится вот так вот он отключается такой вот интересный бюджетного класса телефон на сегодня пожалуй все я обязательно расскажу вам и о некоторых других моделях у меня есть такие семенцы как с 65 cx 75 и которых стоит рассказать еще много других моделей не только сименсов с вас подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой стримовский канал влоговый канал спаде вконтакте вот все по порядку двухмерные ой господи какие двухмерные монохромные сименс и порядке их собственно так скажем появление моей жизни и все всем бога и